За 10 лет до фактического даты пересоединения была проведена огромная работа по изменению нормативно-заказательной базы. Мы посмотрели и смогли выделить два основных периода в этой работе. Была небольшая пауза, которая совпадает с паузой в наших переговорах по пустениям к ВТО. Но в целом, скажу только один вывод, коллеги, вся та база, на которой мы с вами работаем, она была изменена законодательно именно в преддверии нашего присоединения к ВТО. Поэтому эффект от ВТО для нас с вами уже был получен для каждой отрасли заблаговременно, задолго до нашего фактического присоединения. В принципе, конечно же, мы считаем, что проблема не в ВТО. И на самом деле говорить о том, что ВТО плохо или хорошо, не совсем корректно в данной ситуации. ВТО – это, на наш взгляд, система жесткой конкурентной борьбы, при которой все стороны договариваются о правилах игры, где существуют и силовые приемы, и жесткие санкции и так далее. То есть мы просто вступили в организацию, где мы договорились, что будем соревноваться на соответствующих условиях отрасли. То есть самые хиленькие, слабенькие молочники были в самой слабенькой, хиленькой отрасли, называется сельское хозяйство. Мы провели анализ сравнительный уровня поддержки Республики Беларусь, Евросоюза по молоку Соединенных Штатов Америки. Мы просто имеем по определению совершенно другие уровни, подчеркиваю, государственной поддержки. Что делает нас просто по уровню, подчеркиваю, поддержки неконкурентно способными. Что в результате происходит? А дальше предприятия, видя перерабатывающую ситуацию, что сухое молоко становится дешевле импортное, молочный жир становится дешевле, начинает переходить на другие компоненты. Пальмовое масло в результате вступления в ВТО стало дешевле. Ну, то есть уровень защитных мер. Соответственно, со всех сторон производитель молока получает сигнал. Вы нам не нужны. Мы на сегодняшний день имеем рекордное падение объемов производства сырого молока в Российской Федерации. По нашим оценкам, более чем на 10% по сравнению с прошлым годом мы упали по объемам производства товарного, подчеркиваю, качественного товарного молока. И, скорее всего, потеряем около миллиона тонн молока. Соответственно, сельхозтоваропроизводитель недополучит 15 миллиардов рублей. Это означает, что в конечном итоге это дополнительный объем доходов для перерабатывающих предприятий 30 миллиардов рублей в готовой продукции. Ну и, соответственно, все это приводит к чему? Что наши дорогие импортеры, видя, что у нас такая ситуация, начинается рост цен на импортную продукцию. И в результате мы впервые летом имеем уже официально по Ростстату рост цен на готовую продукцию. Обычно летом у нас всегда на молоко падает цена. В результате, по нашим контрольным закупкам, которые мы проводим регулярно, объем фальсификата на полках устойчиво растет, то есть использование заменителей. При том, к сожалению, мы уже теперь и с масложировиками находимся в едином состоянии возмущения, потому что фальсификат делается не из заменителя молочного жира, то есть не из сложных растительных жиров, которые стоят в два раза дороже, чем просто элементарное пальмовое масло, а из, по сути, технического сырого пальмового масла, то есть продукт, из которого надо свечки делать, хозяйственное мыло, но никак не молочную продукцию. ВТО – это не картина маслом, это мультфильм. И мы сейчас еще только на первом кадре. Мы увидим реальные последствия через несколько лет, когда к этому адаптируются страны-поставщики, адаптируются импортеры, надеюсь, адаптируются и наши производители, и торговля. Основным плюсом ВТО, мы это всегда говорили, вообще говоря, для сельского хозяйства, это то, что государство будет вынуждено изменить механизмы и систему поддержки. Движение есть, то есть несвязанная поддержка, она введена. Это зеленая корзина. И вы знаете, самое смешное о том, что если посмотришь данные Организации экономического сотрудничества и развития, там все считается по единой методологии, то вообще-то поддержка цены сельхозпродукции в нашей стране практически такая же, как в ЕС, и выше, чем в США. Поддержка цены. Но там все переложено в зеленую корзину. В США это десятки миллиардов, которые идут на программы продовольственной помощи, внутренней и зарубежной, а это рынок сбыта. В Европе это поектарные выплаты, которые с нашими лучше не сравнивать, потому что цифры будут фантастические. И вот это вот движение, вопрос в том, что мы должны это движение делать более интенсивным. С точки зрения зерновой группы нашей, вступления в ВТО, ну, вообще-то говоря, пока что ничего не изменилось. Как были ограничения со стороны ряда стран, так они и остаются. Ну, а остальные позиции мы достаточно конкурентоспособны. Сложные позиции достаточно по рису. Там таможенная пошлина снижена со 125 за 45 евро. При этом надо помнить, что вот так, если читаешь, 45 евро, вроде может быть много, но потерпеть можно. Но только эта таможенная пошлина для развивающихся стран, которые определяет Всемирный банк, восстанавливает определенные преференции. Есть страны, где вообще мы должны их снизить до нуля. И в этом отношении мы вышли с предложениями, сейчас готовим дополнительные материалы о том, чтобы отменить преференционный режим для всех стран по рису. По существу полностью самообеспеченный рисом. Импорт, который существует, это импорт длиннозерного риса, который мы просто не производим, чисто по экономическим показателям, а мы являемся уже и достаточно крупным экспортером риса. Ну и по рису тоже. Пока это первые звоночки, может быть, это случайность. Но за вот этот вот период, январь-юнь, импорт риса вырос. Да, в количественных показателях это вроде бы немного. Был импорт в январе-майе 2012 года 65 тысяч, он сейчас 89. Но вопрос, посмотрим, что будет дальше. Ну а в целом, говоря про то, ключевая проблема – это отсутствие кадров. Отсутствие кадров я не вижу, по крайней мере, о том, что ведется какая-то четкая, ясная, целенаправленная работа по подготовке этих кадров. А эта работа должна проводиться, с нашей точки зрения, государством. Продолжение следует...